Виталий, приветствую тебя! Большое спасибо, что также согласился поддержать наш новый проект «Версус битва аналитиков». Я знаю, что ты очень профессиональный технический аналитик, поэтому было бы неплохо сегодня обсудить ряд инвест-идей вместе с тобой. Я, как всегда, со своей колокольни, с позиции фундамента, ты, разумеется, поддерживаешь инициативу именно технического анализа. Хочу сделать небольшое лирическое отступление от аналогичных формат, который проходит с Денисом. Ты, может быть, если просматривал, наверняка обратил внимание. Мы придерживаемся сейчас сценария одинаковых инструментов. Денис проводил опрос в своем сообществе трейдерском, и ему предложили, что так было бы лучше, если бы вы анализировались с позиции, скажем, и технического анализа, и фундаментального анализа. То есть я тебя к этому не призываю. Я считаю, что мнение по разным активам тоже интересно. И более того, я бы, наверное, опять же со своей позиции решил бы, что чем больше инструментов разбирается в формате таких роликов, тем, наверное, лучше. Потому что чем больше активов, тем больше возможностей, а трейдеры уже пусть сами выбирают и ищут то, что им больше подходит, то, что им приклинулось, устроило либо с точки зрения твоих аргументов, либо с точки зрения моих аргументов. Поэтому, если ты не против, давай с тобой также возьмем, может быть, за основу новую практику. Мы с тобой разбираем преимущественно разные активы. Ты как? Да, Артем, приветствую. Да, согласен. В принципе, иногда даже наши мнения могут совпадать, да, можем, условно, там, обсуждать одинаковые инструменты. Если есть интерес, с моей точки зрения, условно, там, да, обсуждаешь ты нефть, да, говоришь, там, падение, условно, я говорю, что с моей точки зрения нефть вижу, условно, там, в лонг, да, в таком случае можно обсудить. Если, допустим, ты начал беседу о нефти, говорить, а у меня нету мнения по данному инструменту, и, условно, притягивать что-то за уши, это будет чуть не профессионально, да. Ну, согласен. И, как ты сказал уже, предложил вариант разбора разных инструментов, потому что я, если какой-то инструмент обсуждаю, то уже если есть по нему какое-то, какое-то мнение, да, какой-то там паттерн в шорт или в лонг, да, и то, так как у нас по времени мы выступаем с тобой, битва ведется в определенное время, не всегда будет, поэтому эти, скажем, я на каждом, скажем, на каждой битве буду говорить, что здесь вероятность такая, это большая, здесь вероятность низкая, потому что на данный момент нету чего-то такого очень хорошего, то есть это будет, скажем, более так профессионально, потому что, да, многие, кто будут нас смотреть с разной точки зрения, кто-то просто посмотрит, а кто-то посмотрит и, возможно, будут использовать наши рекомендации, поэтому, чтобы это было в таком формате. Отлично. Тогда, Виталий, давай я сегодня, скажем, возьму у тебя снова, перехвачу слово и расскажу о тех инвесторах, идеях, о которых хотелось бы рассказать с учетом текущего фундамента, потому что сегодня у нас среда и, в принципе, на повестке, и, пожалуй, одно из самых главных событий недели, с точки зрения статистики, заседание ОПЕК, точнее, заседание Банка Канады уже совсем скоро, ставка, потом пресс-конференция и, разумеется, ожидаемая серьезная волатильность. Я, с твоего позволения, сейчас демонстрацию экрана получу. Ты мне только дай апдейт, как видно уже? Сейчас. Да, подрузилась. Все, отлично. Собственно, первое, на что я хотел бы обратить внимание, всех тех, кто сейчас в поисках возможностей, это пара доллар-канадец. Почему мы активно растем? Да потому что должны расти. Нефть у нас снижается, это я сейчас подробнее с точки зрения фундамента объясню, с чем это связано, как бы вторая инвест-идея. Но пока что вот фокусируемся на долларе канадца. В пользу роста пары доллар-канадец, безусловно, ослабление цен на энергоносители, как один из главнейших экспортных ресурсов для Канады. Ну и второй момент. Это макроэкономический фон и статистика, которая, в принципе, уже давно должна была бы обвалить вкус канадца. И то, что вот мы видели накануне уровни даже гораздо ниже отметки 1,40, я даже в своих брифингах всячески призывал уже проявлять больше активности и начинать активно покупать валютную пару, потому что, на мой взгляд, настолько, собственно, перекупленным канадец уже не будет. Сейчас логичное ослабление. Уже мощный импульс прошел. Жаль, что у нас не было возможности с тобой раньше выйти в эфир, записать, подготовить этот ролик, потому что, ну, разумеется, я хотел анонсировать все возможности покупки валютной пары пониже. Но сейчас мы работаем также еще не с упущенной возможностью. Восходящий тренд, безусловно, мощнейший. Я предлагаю сделку buy limit с уровня 1,40 в расчете на то, что на повышенной волатильности сегодня мы можем откатить снова к поддержке как раз 1,40 и после снова пойти выше. Почему я уверен в том, что сегодня у канадца будет еще потенциал для еще большего ослабления? Потому что я, скажем, скептик в отношении изменения процентной ставки сегодня и пересмотра программы количественного смягчения. Но я абсолютно уверен в том, что сегодня Банк Канады очень сильно разочарует прогнозами по экономическому росту. И уверен в том, что на второе полугодие Банк Канады обозначит снижение экономического роста больше, чем на 5%. Это 100% будет так. Возможно, показатель будет еще хуже, потому что буквально неделю назад мы видели катастрофический рост безработных. В Канаде больше 1 миллиона человек. Напомню, что даже на пике кризиса 2008 года, когда Канада выходила из рецессии, максимум заявок на пособие по безработице было в районе 120 тысяч. А сейчас миллион только за несколько недель. То есть Канадца нужно сейчас сбрасывать со счетов, нужно опираться на снижение цен на нефть. И я очень сильно верю в доллар, считая, что эта валюта крайне недооценена сейчас на фоне ее статуса резерва и на фоне статуса фондирования. Поэтому сделку я, в принципе, обозначил. Желаю всем удачи и чтобы прокатиться, опять же, еще не до конца отработанном потенциале восходящего движения. В качестве take profit это отметка 1.4250 и stop loss можно забросить на уровень 1.3930. И что касается нефтянки, здесь тоже у нас мощнейшее уже развитие движения. Но важно отметить, что потенциал еще спада не исчерпан. Сделка sell stop с уровня 28.10, take profit на отметке 24.70. То есть это фактически мы пойдем к минимумам, которые были обозначены вот на вот этой планке. В качестве stop loss 28.90. Нефть снижается, потому что никто не верит в достаточность действий и усилий, собственно, страны ОПЕК по сокращению производства нефти. Слишком поздно они спохватились, слишком на незначительную цифру снизили объем нефтедобычи. Да и потом никто еще не закрывал тему крайне негативного продолжающегося влияния на мировую экономику и на спрос коронавирусной инфекции. То есть я абсолютно уверен, что здесь мы увидим еще донные уровни. И считаю, что примкнув к этим коротким позициям сейчас, будет возможность выжать из этого остатка потенциала хорошую прибыль и, соответственно, конвертнуть ее в прирост по депозитам. Виталий, на этом давай я передаю слово тебе. С удовольствием послушаем твою точку зрения по тем активам, которые тебе приглянулись. И точно, я уверен, это будет интересно, потому что ты уже говорил, что твое внимание сегодня пойдет на крипторынок. Да. Так. Демонстрация экрана. Пошла ли демонстрация экрана, подскажи, пожалуйста. Все прекрасно видно, да, видно график. Итак, в моем, скажем, фокусе сегодня будет крипторынок и валютный рынок. Начнем с крипторынка. Скажем так, вчера я работал с биткоином, рассматривала его на шорт. И, скажем, такая очень сомнительная сделка была. Она была идея в шорт, но с очень плохим паттерном в шорт, локальным. То есть дневной был неплохой. И сегодня утром, скажем так, я вышел с шортов в ноль. Ну, то есть он болтался, где я вчера и открывал, где-то в районе 6, 8, 50. И сделал комплексный анализ топовых криптовалют. Это эфир, это лоткоин, риппл, ну и другие там, эфир классик. И они мне показали, что, в принципе, по ним тоже, скажем, как я вчера смотрел, просматривался шорт, потому что пошли неплохие импульсы вниз. Но мне не понравилось то, что вот после вчерашнего шортовой идеи инструменты не пошли вниз. И сейчас рисуется, так скажем, такую, как по мне, обманка идет по рынку. И есть локальные паттерны, вот очень неплохой по рипплу в лонг, аналогично лоткоин, эфир и биткоин. Поэтому я думаю, что с этих инструментов я дам одну рекомендацию, я вижу их всех в лонг, буду давать, скажем, инструмент. Ну, в зависимости, там, скажем, ребята, что больше торгуют, там, эфир или биткоин, они уже могут на выбор взять. Я, давайте, сделаю информацию по биткоину, по дневному графику у меня цели, скажем, вот в таком формате, то есть текущих покупка, сейчас я перейду на часовики более точно скажу, но по дневному там фрейму, мне кажется, что мы будем показывать достаточно сильный рост, да. Точки входа это текущие, то есть это 6,850, там, плюс-минус, в зависимости, когда будут смотреть обзор, там, выше или ниже уже, и стоп-лосс поставить за минимумы, которые были позавчера, это в районе, вот этом, где-то ниже 6,600, и профиты, скажем, там уже часами фиксировать, первый профит где-то в области, скажем, позавчерашних максимумов, и это первый профит можно поставить, и второй где-то в области 7,300, 7,400, скажем, это вот такие первая и вторая цель, возможно, мы будем дальше расти выше. Так, сейчас на часовиках, посмотрим, чтобы было более точно. Так, ну вот, 6,850 получается, где-то эта область, ну, скажем, можно покупать, набирать лонг, если он даже опустится ниже 6,800, там, 6,800 ровно, 6,825, и диапазон 6,900, 920, 950, то есть вот это диапазон для покупок, стоп-лосс за минимумы, это получается немножко ниже, скажем, ну, можно ставить 6,600 стоп-лосс, и профит, получается, позавчерашний хай, это получается 7,150, это первый, и дальше, то есть в районе 7,300, 7,400, то есть это второй профит, возможно, выставить. То есть, в принципе, если кто-то, скажем, больше любит эфир, в принципе, аналогичные, скажем, здесь данные, картинки очень похожие, поэтому уже, скажем, перейдем к другим инструментам валютного рынка, поэтому плюс биткоин у него в уже спреды, почему я говорю, и, скажем, он более ликвидный инструмент, будет меньше сюрпризов, это нужно понимать. Скажем, ставим обязательно стопы, потому что, я же говорю, вчера я так рассматривал шорты и, в принципе, переключился из-за того, что некоторые нюансы сменились по рынку комплексной, как я уже подметил, но я не исключаю, скажем, шорт, поэтому, если вы там кто-то сидите в шортах, другие трейдеры, вы можете продолжать, скажем, и мою идею, скажем, пропустить мимо, потому что это рынок, и это нужно учитывать. Дальше. Второй инструмент я бы хотел добавить сегодня по рынку. У меня есть на выбор евро-доллар и, скажем, мексиканский доллар против американского доллара, точнее, это USD против MHN, да? Мне больше нравится, скажем, мексиканский PESO, нежели евро. Оба я смотрю в лонг, ну, давайте начнем с мексиканского PESO против доллара. Это достаточно интересный инструмент. Аналогично, как твоя идея по канадскому доллару, она уже отвалилась сегодня, но я ожидаю, что дальнейшее укрепление доллара по отношению к мексиканскому PESO прослеживаются, скажем, неплохие импульсы наверх, видно, вот один, второй и сегодня третий. Что я вижу? Возможность поставить лимитку или купить с текущих в районе 23, 80, там 85, вот эта область, да, купить. Ну, стоп-лосс, получается, за минимум, сегодняшний минимум, это 23, 30. Не исключаю, что цена также еще будет, скажем, таким ракурсом идти, более глубокая коррекция и потом наверх, или, скажем, с текущих. Поэтому, скажем, если мы сейчас купим, да, кто-то купит, если она снизится пониже, здесь можно, так же, скажем, небольшим объемом добавиться или разбить данную покупку на, скажем, на два ордера, скажем, условно, там, если вы торгуете одним лотом, скажем, 0,5 лота здесь и 0,5 где-то посерединке, скажем, вот этого канала купить. Стоп-лоссы за минимумы, ну, и профит, скажем, давайте так будем смотреть, если 23, 80. Первый профит можно зафиксировать вот на длину вот этого канала, это получается где-то в области 24, 40, это в этой области. И второй профит, ну, скажем, это в области 24, 70, 24, 80. Вот такие цели. То есть это вторая цель, это первая цель. Это что касается мексиканского доллара. Ну, в принципе, чтобы я третий инструмент не говорил... Это не нужно, я думаю, и так достаточно. Четыре идеи, которые еще вполне можно отработать и выжать из них потенциал. Виталий, большое тебе спасибо за крипто-рынок. Я думаю, тебе прилетят отдельные лайки, потому что многим этот рынок интересен. Я думаю, что с моей стороны тоже будет несколько идей впоследствии по биткоину. Я тоже отношусь к категории крипто-энтузиастов и точно найду, что сказать с позиции фундамента. Давай на этом тогда завершать наш первый с тобой ролик. Уже совсем скоро он будет доступен нашим клиентам-трейдерам. Увидимся мы с тобой. Я так понимаю, уже в предстоящую пятницу подведем итоги того, что мы сегодня рекомендовали, и дадим уже новые рекомендации на неделю предстоящую. Виталий, еще раз большое тебе спасибо. Спасибо, Артем. Всем удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok